наращивание на верхние формы сегодня я вам покажу при помощи геля моделирующая от торговой марки маэстро кроме этого мне понадобится база качестве подложки и в качестве завершающего этапа у нас будет топ топ можно использовать любой здесь у нас топ без остаточной липкости чуть чуть более жидкий но у торговой марки есть еще более густой топ для довыравнивания он тоже без остаточной липкости один имеет у в уф защиту а другой без фильтров robber база у них также есть двух вариантов это база без сколов и от слоек подготавливаем ногтевую пластину по классической системе обязательно отодвигаем кутикулу убираем тери и убираем все остатки материала если они где-то есть после того как отодвинули кутикулу нужно обязательно убрать сисус и участки можно сразу же кутикулу отодвинуть дополнительно фрезой аппаратом на этом этапе кутикулу можно срезать а можно и оставить после того как нанесете финишное покрытие можно будет убрать кутикулу или после опиливания как вам будет удобно у меня фреза такая вот она называется почка она очень хорошо удаляет кутикулу ее почти что не остается так как мы будем работать с верхними формами и нам нужно верхнюю форму хорошенечко установить точки в роста в боковой стороны то конечно же здесь прочищаем все тщательно убираем всякие сухарики убираем роговелости все чтобы хорошо форма стала можно дополнительно по поверхности ноготочка пройти с пилочкой но я этого делать не буду потому что я фрезой подняла все чешуйки экономим время на всяких мелочах которые никакого значения в носкости в носибельности не играет поэтому какие-то лишние действия стараемся не делать не наносила никаких средств ноготок подготовленный и сейчас мне нужно выбрать верхнюю форму верхнюю форму мы подбираем не какая-то непонятно но у меня форма если есть на меточки разметочки это будет очень хорошо если их нету можно и сделать специальным фломастером маркером для того чтобы легче было ориентироваться но так как у меня есть 10 меточки поэтому я не буду никаких отметок ставить верхнюю форму выбираем запасом для того чтобы было место и материалу была возможность распределиться потому что здесь у нас номер пять сейчас еще посмотрю номер шесть обязательно смотрим чтобы были перекрыты точки в роста смотрите чтобы все обе точки в роста были перекрыты и было место для запаса материала мы можем выложить материал на готовность то есть мы можем сделать толщину объем полностью сделать ноготок на готовность мы удалим верхнюю форму и нам останется только подпилить свободный край боковушечки и отправить клиента а можно сделать подложку для этого мы сделаем тонкий тонкую подложку на верхней форме нанесем и затем снова нанесем укрепляющий слой моделирующего геля здесь два варианта короче вариантов здесь много это торговая марка маэстро цвет номер три давайте посмотрим какой он красивый абсолютно натуральный в баночках выглядит конечно темнее в баночках выглядит так не безобидно он на самом деле очень натуральный средняя густота очень подойдет для новичков он потому что никуда не убегает не бежит никуда не стремится можно работать медленно а если вы мастер уже бывалый с опытом то можно работать по пару ноготочков и вам это тоже добавить скорости в работе посмотрим перемешаем не для осадка нет пигмент не осел этот цвет подойдет для френчиков подойдет как для самостоятельного покрытия и можно наращивать ногти можно укреплять ногти можно донаращивать уголочки наращивать можно как классической системе на бумажной формы а также можно наращивать на верхней как мы сейчас будем сумеет и делать можно работать техники бортики можно под покрытие под цветное этот материал использовать а можно так просто оставить и будет натуральный цвет ноготочков который будет прекрасно хорошо отрастать и не очень сильно заметно возле кутикулы для тех кому нельзя яркие ногти натуральные вот теперь когда верхняя форма уже подобрана мы можем приступить дальнейшей подготовке ногтевой пластины то есть мы теперь можем обезжирить и нанести все сопутствующие средства после того как вы подготовили ноготок и все вспомогательные жидкости испарились не нужно нужно нанести базу база у нас колчуковая раббер база она достаточно густая ну я бы сказал даже она не густая больше вязкая ее нужно наносить не спеша промазывающими движениями но не очень прям тонко не втирающим слоем обычным слоем таким на эти средним слоем это база без сколов и отслоек боковые стороны обязательно здесь нам нужна база не спеша близко к кутикуле подводим максимально близко к кутикуле вообще можно базу нанести на все пять ноготочков и она никуда не денется можно нанести и сразу отправить в лампу базу просушила одну две минуты это важный этап моделирования потому что базу нужно обязательно хорошенечко высушить я сначала всегда наношу тонкий скользящий слой внутрь верхней формы для того чтобы материалу было проще и легче распределяться немножечко запасом распределяем материал для того чтобы было потом еще что попилить потому что мы же будем выравнивать боковые стороны будем выравнивать длину обязательно промазываем боковые стороны их еще нужно хорошенечко укрепить потому что тонкие боковушки это плохая носимость материала и теперь беру каплю побольше наношу середку и распределяю по поверхности середку материал и сам прекрасно спустится а вот боковушки нам нужно обязательно укрепить у кутикулы материал мы много не наваливаем можно даже немножечко подержать верхнюю форму вот таким образом чтобы по поверхности она распределилась и в бока равномерно материал спустился еще нужно обязательно по периметру верхней формы материал убрать чтобы не было затеков мне понадобится дополнительная лампа для фиксирования и обязательно нам надо с отступом чтобы не под кутикулу потому что под кутикулой пилить нам будет очень сложно смотрим чтобы у нас все было ровненько сильно не давим не выталкиваем материал со всех сторон смотрим чтобы были закрыты точки в роста чтобы форма легла везде ровненько немножечко подсушила поворачиваю изнанку изнанка нас никаких особо больших затеков не дала но все равно материал еще не заполимеризовался полностью я могу поправить если где-то что-то не хватает я могу добавить будьте пожалуйста аккуратны придерживайте своим пальчиком верхнюю форму потому что она еще полностью не закрепилась чтобы меньше пилить выравниваем все ровненько и теперь на полную просушку я не знаю в какой момент я забыла включить камеру но я забафила ноготок очень забафила забафила ноготок и нанесла первые свои гель-лака гель-лак я использую вот этот вот диска номер 6 это очень красивый цвет такой знаете прям приглушенный с блестками этот гель-лак очень экономный он очень легко наносится он очень красивый легко наносится вот наверное я балбесишь вот я я так старательно наносила первый слой и вам показывала и забыла включить камеру ну что ж теперь я нанесу второй слой я показывала вам что обязательно нужно нанести обязательно нужно материал нанести ближе к кутикуле и обязательно боковушечки прокрасить для того чтобы аккуратно прокрасить нужно использовать тонкую кисть подводим близко-близко как можно ближе и прокрашиваем боковые стороны до этого я конечно еще раз отодвинула кутикулу и с этой стороны тоже гель-лак он не затекает именно вот этот вот никуда не затекает никуда не стремится можно все поправить и близко к кутикуле нанести отправлю лампу я нанесла два слоя гель-лака и высушила теперь мне нужно перекрыть топом я воспользуюсь вот этим топом он мне очень нравится потому что он более жидкий если не нужно перекрывать каким-то объемным слоем не нужно перекрывать дизайн и то он хорошо подойдет если надо до выравнивания то он тоже для этого пригодится это я палец задирают они задраны вверх ноготок это я чтоб не было видно что я крашу и и здесь нет никаких не торчунов ничего гель-лак лег очень легко очень очень равномерно поэтому я также нанесу топ тонким слоем и отправлю в лампу подводим обязательно тоже к боковым сторонам поближе к кутикуле все прокрашиваем и обязательно сушим топ 2 минуты он тогда будет дольше сохранять свой глянец не помутнеет не будет зацарапываться все отправлю в лампу после того как просушили топ можно подпилить свободный край и тут же открывается толщина то есть мы с запасом выкладывали материал поэтому мы можем немножечко подпилить свободный край и если открылась толщина то мы эту толщину фрезой убираем у этого топа нет ультрафиолетовой защиты нет ультрафиолетовых фильтров поэтому он не будет темнить он не будет синить на темных он не будет отдавать каким-то голубым или каким-то другим цветом на белых на очень небольших оборотах я подправлю толщину свободного края буду пилить только по свободному краю только по торцу в глубину ноготочка я не лезу то если вы не работаете в какой-то технике то эта техника будет для вас долгое и нудное но если работать постоянно в одной и той же технике то конечно уже набивается рука набивается опыт опыт набивается у вас получится делать очень быстро и легко вот такой получился ноготок вот такой в торце весь материал который я использовала в работе я оставлю в описании если у вас есть вопросы пишите а мы с вами увидимся в новых видео очень скоро с вами была Светлана Соколова пока пока